Это Samsung Galaxy A30 и A50. Два новых смартфона компании, которые я абсолютно не ожидал увидеть на презентации, на которую я полетел. Мы полетели на событие, которое называлось Samsung Forum 2019. Ежегодная конференция Samsung, где показывают новые технологии. Происходило это в целом вот так. Мы собрались в Киеве огромной компанией, человек, по-моему, в 70. Пошли на самолет, который обслуживала очень известная, популярная авиакомпания Fly. Flyable, Flyable. Как-то так оно называлось. В общем, долетели мы до Анталии, заселились в пятизвездочный отель, переночевали и пошли на мероприятия. Было огромное количество разных стран. Украина, Россия, Молдова, Казахстан, Азербайджан, каких только там не было стран. И начали нам показывать, собственно, все новинки, которыми орудует компания Samsung. И не просто так, 50 лет компании, 10 лет бренду Galaxy. Но в рамках этого мероприятия основная канва, основная мысль, конечно же, была не про смартфоны. Потому что Samsung, эта компания не только про мобильные устройства. Все началось как бы по порядку. Рассказ шел про новые модели. Сначала начали рассказывать про новые 8К телевизоры. Да, телевизоры 8К поступают вообще в серийное производство. Показали статистику, оказывается, что 4К телевизоры уже не просто обосновались. Они прям пустили корни по всей планете. И очень большое количество людей приобретает себе все больше и больше 4К телевизоров. Больших диагоналей и 65 дюймов и больше. Теперь заступает якобы эра 8К. И здесь сразу же, конечно, вы зададите вопрос. А что смотреть на 8К телевизоре? Где же брать этот контент? И привели аналогию с 4К контентом. То, что за последний год на телевизорах Samsung при помощи различных сервисов получилось, грубо говоря, доставить больше 600 фильмов 4К качестве. Это во-первых. Во-вторых, самая интересная штука в том, что современные телевизоры, особенно если мы говорим про новые QLED Samsung, они вот что делают? Они берут просто контент в обычном качестве и повышают его до 8К. То есть они его, грубо говоря, апскейлят. И как это все происходит? При помощи отдельного нового процессора Quantum, который разработала компания Samsung. Он там даже был представлен на стенде. Такой маленький-маленький чип, но якобы сверхмощный. И здесь возникает вопрос, что телевизору при помощи этого процессора тяжелее сделать? Взять обычное видео и переконвертировать на лету его в 8К? Либо же взять просто 8К формат видео где-то и просто его проиграть? Здесь я, кстати, даже затрудняюсь ответить на этот вопрос. Может быть, вы знаете ответ на этот вопрос, что является тяжелее для телевизора. В общем, эти телевизоры скоро поступят в продажу. Там в диагонали от 75 до 89 дюймов. Я стоял возле этого телевизора 89 дюймовый и такой, что вообще происходит? Он такой огромный. Он, кстати, поддерживает формат HDMI 2.1, который позволяет воспроизводить 8К видео в 60 кадров в секунду. Это какая-то просто сумасшедшая пропускная способность. Но самое интересное это то, что на самом деле основная тема у Samsung это бытовая техника. Мы посмотрели на бытовую технику обновленную. И это все прям настолько превращается в гаджеты, что ты сидишь, думаешь, что это да. Большую часть времени вообще уделяет теме искусственного интеллекта. 5G интернету вещей. И показывали это все на примере новых устройств. Холодильник Family Hub. Это вы все, наверное, знаете такой холодильник. Есть здоровый экран 21 дюйм. Уже обновленная версия. При помощи холодильника вы можете управлять всеми другими устройствами в своей квартире, если они у вас от Samsung. Там можете просто через смартфон смотреть содержимое холодильника. Там встроен Bixby. В отдельных рынках вообще можно делать удаленный заказ еды на дом. Судя по информации из холодильника, там можно составлять заметки, присылать себе новые рецепты. В общем, вот Family Hub. То есть устройство, которое объединяет семью, где можно оставлять друг другу какие-то послания. Купи молоко, приготовь это. Вот тебе рецепт, вот заметка. Того-то не хватает. И при этом еще включать умный пылесос, умную стиральную машину, кстати. О них. Умная стиральная машина AdWash. Она там позволяет дозагружать уже дополнительно белье во время стирки, если вы что-то не успели сделать. Об этом мы, кстати, говорили недавно в видео, когда я ездил в Киев, снимал огромный магазин Samsung. Это все он показывал, но это все обновилось. Новая функция быстрой стирки и так далее, и тому подобное. Но в целом это довольно забавно. Почему? Потому что я, как человек, который делаю уже второй ремонт, постоянно занят вопросом об устройстве квартиры. Для меня все эти темы становятся прям, знаете, с возрастом интересны. Я наблюдаю, как это делают компании, как пытаются это все совместить со смартфонами, с планшетами. Это довольно забавно. Это единственное на практике, сейчас надо сказать, как это все работает, удобно это или неудобно, потому что реально еще это все дело не опробовано. А чтобы это все дело опробовать, это все надо купить, установить, это все очень дорого стоит. И основная мысль этой всей умной штуки, пока мы еще не начали про новые смартфоны Samsung, поговорим немножко про бытовую технику. Основная мысль была такая, что с каждым годом темп жизни человека дико увеличивается, и даже обычные рутинные действия, такие как переход пешеходного перехода, либо же чего-то еще, тоже увеличивается в скорости во времени, и техника создается для того, чтобы высвободить у человека все больше и больше свободного времени, чтобы было больше времени на здоровый сон, на какие-то правильные времяпреповождения, чтобы техника все автоматизировала и делала за вас. Был представлен новый, как я назвал его, Truly Wireless пылесос Jet 200, то есть реально пылесос без провода, просто с аккумулятором, там мощность 200 Вт, довольно компактное решение, все это дело хорошо типа работает, на всю эту технику, кстати, предоставляется гарантия 10 лет, телевизоры, холодильники, пылесосы, дальше там специальные печи, о которых я вам тоже расскажу. И этот пылесос, как сказал представитель компании, что якобы работает 60 минут без подзарядки, и спустя 5 лет такой работы у него еще останется 75% емкости аккумулятора, то есть аккумулятор долговечный, то есть в принципе, если вы собираетесь инвестировать большие деньги в такую технику, это может быть оправдано, потому что, ну, долговечная техника. Следующая фишка для вообще продвинутых домохозяек обновленной печи Dual Cook Flex, смысл в том, что у вас идет камера для еды, это все дело там с сенсорными экранами, настраивается как положено, и вы можете одновременно готовить два блюда в разных температурных режимах, и при этом у него теперь две дверцы, раньше была одна дверца, теперь вы можете поочередно открывать каждую, чтобы не выпускать тепло, довольно забавно и интересно, ну и также там показали уже PowerBot, это умный робот, который ездит по квартире, чистит все дело, если вы, кстати, сталкивались с работой умного робота, можете написать в комментариях, насколько это оправданно, да, насколько он реально убирается, хорошо ли он чистит пол, потому что там заявили про новые мощные щетки, которые якобы хорошо чистят ковровое покрытие, если удастся, достану, проверю хотя бы на личном опыте, хотя ковров у меня дома нет, но в общем как-то так, вот был холодильник, стиральная машина, пылесос без проводов, пылесос умный, телевизор рассказал, и теперь про смартфоны, А30 и А50, очень большое было наше удивление, потому что мы реально ехали смотреть на умную бытовую технику, про смартфоны никто вообще ничего не сказал, мы заходим, стоит реально стенд, людей мало, потому что там представители разных стран, компаний, они в основном бегали и смотрели на то, что будет продаваться в этом году с точки зрения бытовой техники, мы сразу побежали к смартфонам, хватаем их, получаем два практически идентичных смартфона, даже технически, то есть на них смотришь на А30 и А50, вот с лицевой стороны они абсолютно одинаковые, у них отличается дизайн задней крышки, у одного две камеры, у А30 две камеры, у А50 три камеры, но при этом режимы съемки одинаковые, то есть либо просто фото, либо широкоугольная фотография, два смартфона с аккумуляторами на 4000 мАч, единственное чем отличаются это модификациями, А30 в минимальной конфигурации идет на 3 гигабайта оперативной памяти и по-моему на 64 гигабайта постоянной памяти, у А50 есть возможность выбора 4 гигабайта оперативки, либо 6 гигабайта оперативки, отличаются еще тем, что у А30 сзади сканер отпечаток пальца, а у А30 сзади, а у А50 он идет под стеклом, то есть новомодный тренд теперь внедряют еще и в средний ценовой сегмент, кстати, я нельзя сказать в средний ценовой сегмент, потому что многие люди увидели новый Samsung M20, который стоит неприлично дешево, да, для его технических характеристик, он прям борется со всеми доступными китайскими смартфонами, там и NFC, аккумулятор на 5000 мАч, и кран с капелькой, все как надо, то в этом случае вроде бы похожие смартфоны, но они дороже, и цену я пытался выяснить, сколько это все дело стоит, да, сколько он будет стоить, нам, конечно же, нашу украинскую цену не сказали, сказали официальные российские цены, в общем, минимальная версия А30 будет стоить 16 тысяч рублей, вы сейчас можете даже посмотреть там на их каталоге, чтобы сравнить цены эти все, да, насколько эта цена релевантна каким-то конкурентным решениям, то есть минимальная версия 16 тысяч рублей, потом идет следующий порог, это уже А50 в обычной конфигурации 4.64, 20 тысяч рублей, и максимальная версия 25 тысяч рублей, если это все перевести вот в разные валюты, в доллар, в гривну, в белорусский рубль, то вы поймете, что, ну, это средний ценовой сегмент, это не дешевые смартфоны, и как вот они будут распространяться на наших территориях, в наших вообще реалиях, это очень тяжело предположить, будет успех, не будет успеха, вроде все есть, и NFC, и сканер отпечатка, модненький, классный, супер, амлет-экран, который там 6.4, да, 6.4 дюйма, вроде больше, да и добавить нечего, потому что в рамках вот такой выставки быстро не ознакомишься, но я уже узнал, что, скорее всего, в скором времени сэмплы попадут, можно будет изучить, можно будет сделать обзор этого всего дела, примечательное устройство, и чем отличаются от M20, это дизайном корпуса, у M20 обычный пластик сзади, у этого, как бы, A20 идет уже 3D пластик, он переливается различными градиентами, A30 немножечко попроще, в любом случае смартфоны довольно интересны, интересны, кстати, экранами, вот с точки зрения экранов, наверное, они будут лучше, чем у конкурентов, потому что Super AMOLED, Samsung умеет делать хорошие экраны, с точки зрения железа, да, стоят Exynos, да, стоят вроде бы неплохие камеры, но, опять-таки, свет на стенде был такой, что угадать, как это все дело фотографирует, очень тяжело, да и, в принципе, можно сказать на том, спасибо, что они там были, потому что мы приехали, а там бытовая техника, и я понимаю, что это не профильная тема для моего канала, но это интересно, это интересно, потому что это все реально умные гаджеты, потом была очень такая достаточно длительная сессия про искусственный интеллект, ее вел, кстати, очень крутой спикер, это Бакунов, человек, Бобок его все знают в интернете, из Яндекса, и он рассказывал, разжевывал людям, что такое искусственный интеллект, и почему мы до конца не понимаем этого, не видим этого, приводил жизненные примеры, об этом можно очень долго рассуждать, но, как бы, если послушать эту лекцию, то оказывается, что это действительно уже работает, все этот искусственный интеллект, его опробуют на, вообще в разных областях абсолютно, включая, как бы, и компанию Samsung, которая занимается разработкой этих всех технологий, и это, с одной стороны, вроде бы и угроза для человечества, потому что слишком умная штука, сама управляется, сама решается тебе, как что делать, с другой стороны, в правильном направлении, если это все нужное русло направить, то это будет прям пушка, в общем, друзья, вот так прошел Samsung Forum 2019 в Анталии, я уже, кстати, один раз был на этом форуме, по-моему, это было в Лиссабоне, и там была немножко похожая ситуация, когда показали умную бытовую технику, потом показали там новые ноутбуки Samsung, новые планшеты Samsung, и какие-то там, по-моему, еще были часы Galaxy, это было даже не Watch, это были предыдущие серии, ну, в общем, вот такой вот маленький пересказ моей поездки на форум Samsung, было довольно забавно это все наблюдать, и, кстати, я на самом деле из этой выставки для себя вынес больше не про смартфоны, про смартфоны-то я и так всегда рассказываю, да, они и так постоянно появляются у меня в обиходе, я их щупаю и смотрю, и мне было даже больше прикольнее обратить внимание на бытовую технику, потому что каждый день я сейчас сталкиваюсь с выбором того или иного устройства, и могу по себе сказать, и по, допустим, по своей жене сказать, что вот эта техника, которая появляется бытовая, она реально высвобождает у вас свободное время, вы действительно делаете гораздо меньше вот этой рутинной работы, и я думаю, что вот сейчас мы находимся в зачаточной стадии этого всего дела, но лет через 5, а может через 10, мы очень прилично освободим свое время, если отдадим, грубо говоря, на откуп все наши рутинные дела умной бытовой техники. С вами был Лучков, подписывайтесь на канал, остаемся на связи, пока! Пока!